Двери детской музыкальной школы искусств номер один открыты для учащихся 7 дней в неделю. В будни, как правило, проходят индивидуальные занятия на инструментах и теоретический курс. В выходные – сводные репетиции коллективов. Программа построена таким образом, чтобы дать каждому малышу комплексную музыкальную подготовку. Есть у нас набор, есть желающие. Дети занимаются с желанием, с воодушевлением, и это нас радует. Потому что сегодня время технического прогресса, это, конечно, отвлекает. Но, тем не менее, музыка – она вечна. Поэтому приобщаем детей к прекрасному. Кто-то из ребят открыл для себя творчество благодаря наставлению родителей. Кто-то последовал их примеру. Мама Ани Адаменко – педагог школы. С юных лет девочка впитывала в себя все лучшее, что дает человеку музыка. И когда настало время, выбор даже не стоял. Скорее всего, выбрать мне это увлечение помогла мама, так как она здесь работает. Мне нравится этим заниматься. Я люблю музыку. Фортепианное отделение – одно из восьми существующих. Подготовка проходит по 16 специальностям. Музыкальная школа искусств номер один – лидер среди аналогичных учреждений Брещины. Ее ученики и педагоги ежегодно посещают различные республиканские и международные конкурсы, где показывают высокие результаты, о чем говорит огромное количество наград. Но не это главное. Важно, что каждый ребенок, переступивший порог школы, получил шанс на самореализацию, научился слышать и чувствовать музыку. А когда педагог не только наставник, но и музыкант, ребенок начинает смотреть на его ремесло другими глазами. В этом уверены артисты заслуженного коллектива Республики Беларусь народного ансамбля «Ронда». Музыка сама за себя отвечает. Музыка – это музыка. Она может быть, которая трогает человека или не трогает. Я считаю, что наша музыка очень разнообразна, включая народную и заканчивая классикой современной музыки. Творческое трио – тандем педагогов, которые не только умеют готовить юных музыкантов, но и сами постоянно развиваются, совершенствуя репертуар и экспериментируя. Человек, который выходит на сцену, он все время должен как-то держать себя в тонусе. То есть нельзя стареть. Но также педагогическая наша деятельность, она тоже помогает нам не стареть, потому что дети, не зря сказано, цветы жизни. То есть мы обмениваемся с ними энергией хорошей, положительной. То есть дети, они чистые, как ангелы. И ты с ними общаясь, тоже как-то становишься светлее, что ли. Это жажда и творчество совместного музицирования нас двигает и объединяет. Поэтому мы с удовольствием собираемся, репетируем. И в принципе друзья и единомиршенники не только на сцене, но и по жизни. Каждый год выпускниками детской школы искусств номер один становится 50-60 юных музыкантов. Конечно, не все из них выбирают для себя творческую дорогу. Многие находят себя в других профессиях, но всегда остаются благодарными педагогам за знания и душевное тепло, обретенное здесь. Так было, так есть и так будет.